Привет, я Аня, и ты на канале Magic Family, и тут самые разные со мной мои животные И, наверное, у многих из вас уже новогоднее настроение, ведь скоро Новый Год Но сегодня, ребят, я хочу поговорить с вами немножко на грустную тему Рассказать свою историю, поделиться своим опытом и ответить на вопросы, которые мне последнее время стали очень постоянно писать Вконтакте в личные сообщения, в директ, в инстаграме и питомцев, и в моем личном инстаграме О том, как пережить смерть питомца своего любимого Не важно, кошка это собака, хомячок или кто-то другой После моего ролика про то, как умерли мои родители, очень многие стали задавать этот вопрос именно с точки зрения, что если я пережила такое То, скорее всего, я могу помочь и в том, как пережить смерть своего любимого пушистого друга Но дело в том, что многие не знают, возможно, что у меня тоже в детстве, когда я была совсем-совсем маленькая, была собака Она была не моей лично, она, скорее, была собакой моих родителей Но все-таки я столкнулась с тем, когда животное уходит И если даже у вас нет питомца, посмотрите это видео до конца, потому что я скажу очень много важных вещей, которые, в принципе, могут помочь вам в будущем И не забывайте подписываться на канал, если вы у нас тут впервые, чтобы не пропускать новые ролики из нашей жизни И если захотите поднять нам настроение и себе, ставьте новогодний лайк Дай кисалису Напишите в комментариях, есть ли у вас питомец и сколько ему лет Да что же это такое? И прежде чем давать какие-то советы, я хочу рассказать вам небольшую историю своей жизни Дело в том, что когда я была совсем маленьким ребенком, у моих папы и мамы была собака Ротвеллер по имени Лика Но когда я уже стала чуть постарше и начала что-то понимать, Лика к тому времени уже была старенькая Но несмотря на все, так как я родилась в семье, когда была собакой и прожила несколько лет с ней Я считала ее членом семьи, своей собакой И когда Лика очень сильно заболела, я сильно переживала Из-за проблем, которые были в нашей семье и отношений, которые складывались, мне никто ничего не объяснил И я осталась наедине со всеми этими своими переживаниями Я очень беспокоилась и безумно злилась на папу Ведь это он ее увел Я просто в тот момент практически его ненавидела за то, что он так поступил Я думала, он ее убил Но только через время я узнала, что ей настолько было плохо И болезнь так ее подкосила, что уже у них не было выбора И ее пришлось усыпить Это сейчас, во взрослом возрасте, я понимаю, что мои родители поступили во благо Но тогда мне было очень больно Сердце разрывалось просто на куски, когда я приходила домой И меня не встречала наша Лика Когда она долго-долго болела, я тоже очень страдала и переживала И ее исчезновение было для меня большим ударом Какая салиска такая заурчала Мне даже страшно представить, если сейчас кто-нибудь из моих питомцев Меня покинет и уйдет Но я понимаю, что это неизбежно Я не жду этого и не думаю об этом ни в коем случае Но если это произойдет, мне придется как-то с этим жить Я была просто маленьким ребенком, которому никто из взрослых не объяснил, как к этому отнестись Как жить дальше? И поэтому я, возможно, страдала дольше, чем могла бы Но через какое-то время, когда прошло уже достаточно много времени Я стала все-таки уже отпускать Лику и объяснять себе как-то ее уход Сейчас я старше, но у меня очень много опыта, связанного со смертью и потерей близких И не только животных, но и людей И я нашла некоторые способы, как это пережить Хотя это по-любому будет тяжело и стресс Плюс ко всему, у меня очень много знакомых, у которых есть животные А есть близкие люди, у которых много животных А когда у тебя много питомцев, ты неизбежно сталкиваешься со смертью гораздо чаще Чем тот, у кого всего лишь один питомец Поэтому я очень часто сталкиваюсь с ситуациями, когда у моих близких, друзей, знакомых И у подписчиков умирают животные Они погибают этот мир и нужно как-то дальше жить Найти в себе силы это отпустить И у меня есть, например, один такой способ, который я считаю лучше всего помогает и работает И не важно, взрослый вы человек или ребенок Верите вы во что-то такое или нет Но я лично верю в это О таких темах всегда очень сложно говорить Но я очень хочу, чтобы вы послушали внимательно и подумали об этом Когда питомец наш покидает этот мир, он уходит Это значит, что его время пришло Вы не виноваты в этом И никто не виноват Даже если это случилось по какой-то причине Например, щенка одного из моих знакомых сбила машина Хотя он был еще маленький Возможно, что-то там сверху Оно знает, что должно случиться Все происходит в этой жизни не просто так Если кто-то уходит Питомец это ваш Или близкий кто-то Или просто человек знакомый Значит, так должно быть И это очень сложно пережить Сердце разрывается Вам тяжело Вы плачете Вы переживаете Вы страдаете Боль, которая приходит внутри вас Она просто кажется непереносимой И кажется, что на этом все Жизнь кончилась И больше ничего уже дальше не будет Но дальше, ребята, есть жизнь Ваша жизнь И как я объясняю, например, себе И помогаю, пытаюсь помочь знакомым Когда они плачут Что когда ты сидишь сейчас И страдаешь, плачешь И не можешь отпустить своего пушистого друга На небеса Он там, сидя на радуге Он очень переживает за тебя Он еще больше страдает от того, что сейчас тебе плохо Ведь вспомните, как ведут себя собаки и кошки Да даже маленькие животные, такие как хомячки Они все равно чувствуют ваше состояние Они чувствуют ваш стресс Ваши переживания И точно так же ваши души Как-то все-таки связаны какой-то ниточкой И когда вы где-то плачете Страдаете и вам плохо Даже если ваш лучший пушистый друг Ушел от вас И находится где-то на радуге Сидит, как я говорю Сидит, свесив ножки Смотрит на вас Наблюдает обязательно за вами Его душа Тоже разрывается от переживаний Что вам сейчас плохо И это да, это очень трудно сделать Но нужно найти в себе силы Улыбнуться Вспомнить все самое хорошее Что было с ним связано Самые лучшие, теплые, радостные, счастливые моменты Как вам его подарили или как вы его купили Как вы жили вместе с ним Но не с печалью, не с горечью, не с грустью Не со слезами на глазах А с радостью в душе Это трудно, действительно И вроде как радоваться нечему Правда, радоваться нечему Но нужно в мир отправлять только счастье Тогда счастье будет окружать вас Ему будет гораздо лучше Если вы отпустите его душу Лететь дальше И я не знаю, верите вы в перерождение или нет Но я лично верю И возможно его душа вернется к вам В виде вообще человека Или друга лучшего Когда-нибудь в будущем Никогда, к сожалению Депрессия, апатия, печаль Переживания, слезы Не служили чем-то хорошим Для будущего Я не против того, что нужно пережить это Прочувствовать это Отпустить его Пусть со слезами на глазах Но это нужно сделать Чтобы вы были свободны Вы освободились И чтобы он освободился Если вы думаете Переживаете о нем То нужно подумать о том Что его душе нужно лететь дальше Нужно идти вперед Всегда Прошлое, оно остается прошлым Да, действительно Сейчас вам тяжело Да, действительно Дальше Возможно будет еще какое-то время тяжело Воспоминания будут приходить Но когда они будут приходить Старайтесь Забыть плохое Отпустить плохое Вспоминать самое лучшее Ваш звереныш Пушистик Хвостик Как вы его называли Или имя Сидит там Смотрит на вас Его душа сверху И им очень больно Если вы сейчас Плачете, страдаете И грустите Улыбнитесь Подарите его душе Сигнал Пошлите ему улыбку Скажите, что вы счастливы Что у вас была возможность Быть Столько времени вместе Пусть даже немного Дарить друг другу радость Заботиться о нем А он о вас Своим даже присутствием Просто дарил вам счастье Поблагодарите Его за это Простите себя Вы ни в чем не виноваты И он ни в чем не виноват Никто ни в чем не виноват Отпустите эту ситуацию Улыбнитесь И живите дальше Пожалуйста Это может прозвучать Кощунственно Грубо Или еще как-то Но возможно Вам поможет Наоборот Присутствие другого Животного Рядом в этот момент В какой-то момент В моей жизни Произошла очень ситуация И умер очень хороший Мой друг И в тот момент Я думала Что я не найду Больше друзей И это предательство Дружить с кем-то другим Но это не так Мы не виноваты В том что происходит Мы должны отпустить Это во благо себе И ему И когда я его отпустила И я перестала себя винить За дружбу с другими людьми Точно так же и здесь Я была ребенком И не знала о таких вещах Да и город у нас был маленький Но сейчас есть возможность Пойти в какой-нибудь Например приют И общаться с каким-нибудь Одним животным То есть прямо Ходить гулять Давать ему лакомства Не обязательно Забирать его домой И таких возможностей Сейчас много Вы можете помогать Бездомным животным на улице Вы можете стать волонтером Вы можете направить Свою энергию Вместо печали и грусти Сидеть и страдать дома Во что-то новое Во что-то другое Если хотите Это может быть связано С животными Если нет То это может быть связано С творчеством Очень сильно помогает Отвлекаться Отвлечение внимания Найти себе Любимое занятие Или если оно есть Погрузиться в него Найти какие-то Способы радости В этой жизни Новые Гулять Ходить Общаться больше С людьми Читать книжки Рисовать Смотреть фильмы Это вроде было Такое простое Но это действительно Помогает Отвлекаться От негативных мыслей Дарите счастье Другим вокруг Когда вы счастливы Вокруг вас Мир становится счастливее То что произошло Оно должно было Случиться когда-нибудь И если оно случилось Значит так Должно было быть Отпустите это И вам станет легче Помните Мы все волшебная семья С вами Мы поддерживаем вас Я поддерживаю вас Я держу вас за руку Все будет хорошо Несмотря на это Грустное видео Ребята У меня для вас Есть все таки Хорошие новости Сейчас У нас Если вы еще не в курсе Идет новогодний Конкурс фотографий Я сама Лично буду Собирать подарки Если даже у вас Нет питомцев Все равно Подарок вы Новогодний От нашей волшебной Семьи получите Включая фотку С автографом И личное письмо Так что Участвуйте Все условия Я рассказывала В прошлом видео Или есть в группе Вконтакте И в инстаграме Если вы не смотрели На моем канале Анимэджик Ссылочку я оставлю В описании к этому видео Вышел ролик Про мои Честные новогодние ситуации Я рассказала там 5 грустных Но не только Веселых Тоже история Про новый год Рассказала свое отношение К новому году И даже спела Песенку для вас Чуть-чуть Ссылочка там будет Пока